Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, мы сегодня действительно находимся в удивительном месте и в удивительное время. Когда просто так говорят о книге рекордов Гиннеса, то это значит, кто-то где-то когда-то что-то об этом слышал. Но сегодня у нас праздник, и я его называю так. Это будет звучать немножко выспренно, немножко патетически, но это праздник жизни! И во время всего, а в это непростое время, я не буду говорить о пандемии, я только что снял маску. В это непростое время, во всех вопросах, во всех проблемах, во всех случаях, вы сегодня здесь собрались в нашем клубе, которому 62 года, для того, чтобы отметить мировой рекорд. И поэтому я говорю, это праздник жизни. Человек, которому мы сегодня низко поклонимся за этот праздник. Вы знаете, я сейчас не буду называть его имя. Я чуть-чуть расскажу вам всю эту историю. Итак, лет 7 тому назад, во время одной из наших методических, скажем так, конференций, во время занятий, где мы с тренерами проводим просмотр наших юных теннисистов, ко мне подошел знакомый уже достаточно давно человек, назову его в зрелом возрасте, вот так. И попросился вместе с 5-6-летними теннисистами участвовать в этом тестировании. Ну, я удивился, а потом спросил, хорошо, я вас-то знаю, видел часто, вы тут лет уже 20 играете, а сколько вам лет? И он назвал цифру, 7 лет тому назад этому человеку было 90. Вот представляете все, с этого все началось. Мы выкладываем результаты нашего тестирования, наших метод занятий в интернет. И мы выложили и это занятие, в котором участвовал Леонид Станиславский. Ему тогда было, естественно, 90 лет. Так о нем узнал весь мир. А дальше больше. А я расскажу о том, как он пришел к нам в клуб. Он играл давно в парке Горького, вы знаете эти знаменитые еще довоенные постройки корты. Но в 90-м году, в 91-м году корты эти закрылись, потому что они превратились, в общем-то, в частные корты. И та организация, а он работал ГИПом, если вы не знаете, что это такое, я вам скажу. Я тоже не знал, что это. Это главный инженер проекта. Этот человек никакого отношения к спорту не имел. Он фанатически любил теннис. Наш любимый вид спорта. И когда там закрылась аренда, он пришел к нам. И видя, что это истинный фанат, истинный любитель тенниса, и без него жизни, вернее, без тенниса, жизни для него нет, клуб, мы его приютили. И вот, 7 лет тому назад, после того, как, скажем так, мир узнал о существовании теннисиста, мы пошли дальше. Леонид Яковлевич начал участвовать в соревнованиях. Сначала здесь, у нас в клубе, затем в столице. Ну, решили прорубить окно в Европу и в Америку. Но для этого нужны были финансы. С финансами дело было сложно. И вот нам помогает человек, известный в Харькове бизнесмен, меценат, выпускник университета, воспитанник уникорта. Юрий Анатолий Цапронов. Спасибо ему от всех вас. Ну, естественно, от Леонида Яковлевича в частности. И финансовая поддержка Цапронова сыграла свою значительную роль в том, что этот человек стал известен во всем мире. Более того, сегодня он наиграл, ну, скажем так, несколько десятков турниров в разных стран Европы. Он был в Америке на чемпионате мира. Он был на чемпионате Европы в Хорватии. Более того, играя в чемпионате Европы бумаги, он сфотографирован здесь. А вы, наверное, видели наш стенд с его фотографиями. Он сфотографирован рядом с победителем этого турнира, открытый чемпионат Югославии 91-го года, нашим воспитанником Дмитрием Поляковым, который здесь. Прошу любить и жаловать, он приехал поздравить чемпиона из Германии. Более того, вы, наверное, все знаете, что 25 лет подряд президентом нашего клуба являлся знаменитый отечественный спортсмен. И он был впервые среди харьковских спортсменов включен был в Книгу рекордов Гиннеса. Это двукратный олимпийский чемпион Юрий Михайлович Паярков, царство ему небесное, 25 лет возглавлял наш клуб. И теперь, сегодня, естественно, я раскрываю тайну, но это действительно так, и мы будем иметь второго лауреата этой всемирно известной книги. Ну, о Леониде Яковлевиче можно столько говорить. Вы знаете, я еще две минуты вам расскажу о том, что он не только тренируется регулярно в клубе, три раза в неделю, зимой и летом, и он участвует, активно участвует в общественной жизни нашего клуба. Это человек, который всегда бывает на наших юбилеях, на наших праздниках, новогодних, литературных и музыкальных вечерах джазовых. Такое тоже есть в нашем клубе. Не удивляйтесь, особенно папарацци, собравшиеся здесь, это не только спортивный клуб. Раз он университетский клуб, здесь присутствуют и те элементы культуры, которые должны быть везде абсолютно, и тем более в тех клубах, которые каким-то образом сопряжены со студентами, с университетом. Университет многое дал уникорту, и мы, как визитная спортивная карточка университета, многим вернули эту доброту родному вузу. И вот маленькая подробность. Полтора года тому назад мы в 29-й раз праздновали 25 января, день рождения Высоцкого. И Леонид Яковлевич окопельно от начала до конца спел скалолазку. Аплодисменты, думайте! Окопельно, без проблем, без текста. Я смотрю, он спел. И прочее, прочее. Посмотрите, как его любят дети. У нас есть много видео, которые доказывают эту, скажем так, информацию. Он подходит, рассказывает, где он играл. А спрашивают, а где ты играл? А как дела? А как сыграл? И когда мальчик или девочка рассказывает об этом родителям, вы представляете, если он еще спрашивает этому дедушке или прадедушке, или прапрадедушке, он путается, говоря об этом, исполнилось 97 лет. Ну, конечно, никто из родителей в это не вели. Итак, для того, чтобы прекратить ля-ля-ля, которое я вам сказал, а вы будете задавать вопросы, особенно журналисты, на пресс-конференции, а всем тем, кто собрался здесь, это в основном не просто зрители, это родители наших детей, но они практически, наверное, все, о чем я сейчас говорил, знают. Вот. А теперь самое интересное. Вот мы думали, как же этот сварганить, вот этот, так сказать, сценарий этого праздника. И так, и это. И когда мы перебрали кучу музыкального варианта для входящего марша, чтобы вошел чемпион. И думали, 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 и наконец в голову вбилось «We are the champions! Фредди Меркури, Квинн!» Думаю, елки-палки, попал в точку. А нет, думаю, надо же посмотреть же и текст. По-английски я говорю не очень, а перевожу, тем более со слов очень, с песни плохо. Взял текст, перевел. И смотрите, слушайте все. Эта песня, знаменитый хит Квина, была написана для него. По крайней мере, послушайте это, это подстрочный перевод. Я не раз платил по счетам. Я прожил долгую жизнь. Я редко делал грубые ошибки. Но на мою долю выпало немало бед. Но я все выдержал. И теперь мне нужно идти вперед, и только вперед. Мы чемпионы, мой друг. И мы будем продолжать бороться до самого конца. Мы чемпионы, мы чемпионы. Это время победителей. Ведь мы чемпионы. Великолепно, как будто я специально. А дальше. Я кланяюсь вашим аплодисментам. Вы принесли мне славу и счастье. И все сопутствующее им. Спасибо всем вам. Борьба была нелегкой, и мне пришлось не сладко. А для меня это вызов перед лицом всего человечества. Поэтому я не проиграю. Мне нужно идти вперед, и только вперед. Спасибо.